Всем салют, с вами Ёжик Шоу! И сегодня я покажу вам третью, финальную часть Айсберга о Стар Ворлд. Кто не знает, Стар Ворлд это мое личное продолжение Стар Парка из БС. Про Стар Ворлд или ЖСВ я даже выпустил 25-минутный БТК, который создавался плюс-минус 7 месяцев. Если вы не видели прошлые части, их можно изучить в плейлисте на моем канале. Перед началом хочу поблагодарить по спонсорам моего канала, которые купили подписку. А также предупредить, что все в ролике показано в развлекательных целях и любые совпадения с реальностью случайны. Я не хочу никого задеть или оскорбить этим роликом. Все в нем придуманный автором сюжет. Мы погнали! Первый уровень на сегодня дно, как бы это ни звучало. Начнем, пожалуй, с того, что бравлеры Фрэнк и Стар Ру однажды встречались и длительное время о чем-то беседовали. Никто не знает о чем, но... Кстати, всегда ли Фрэнк был зомби? Кроме того, сам Стар Ру иногда приходил к тем, кто был близок к разгадке тайны вселенной или же самого Стар Ру в облике музы или же интуиции. И сводил этих людей с пути, ведь никто не должен догадаться о том, что ему не нужно. Но иногда Стар Ру сам зовет в СВ журналистов и делает для их прихода поводы, ведь это так легко. Они сами приходят и подписывают договор о попадании в ловушку. Говоря об СВ, оттуда нельзя выбраться никак, даже при помощи... ...самовыпила. Это там на чисто физическом уровне невозможно, но... Вы задумывались, как Адель, Роберт и Трон прожили огромное количество времени в СВ, хотя Адель и Роберт простые люди с Земли. Об этом я говорил в другой части. Секрет не в том, что в СВ нет смерти. Просто правители клонируют и с каждым новым клоном очищаются лишние, по мнению Стар Ру, воспоминания. Также это показано в кассетном видео СВ, где Стар Ру за кадром просит заменить Трона. Более того, Стар Ру в прямом смысле этого слова питается страданиями. Для него это как еда. Но он может прожить и без этого, совершая свои поступки полностью осмысленно. Поэтому куда вернее будет сказано, что совершать злодейство для Стар Ру, это как для нас есть очень вкусные пирожные или фастфуд. На этом дно закончилось. И девятый уровень бездна. За время создания айсберга я уже забил все эти заголовки и их значения секунду. Ах, да! Родители, чьи дети рождаются в СВ, сами принимают это решение. И ребенок впоследствии навсегда останется в этом мире. И старшие обрекли как себя, так и его настрадания. Но все не так просто. Ведь в первое время все вызовы действительно счастливы. Но все, когда-то заканчивается этот момент выгорания. Переставая радоваться счастью, человек выпадает из счастливого мира и оказывается рабом Стар Воллд. Но это не все. Подписавшие контракт о вступлении в СВ люди подвергаются контролю над мыслями. Некоторые мысли в их голове Старо ПРО попросту подменяет. Также для каждого человека он имеет свой вид, полностью другой. Поэтому облик, показанный в ВИЧС ролике, был специализирован под нас. Да, Старо ранее был человеком, но теперь в его организме нет схожести с нами. Учитывая, что Старо существует тысячи лет, у него должен быть секрет бессмертия. И он предельно прост. Эликсир бессмертия. Но как его удалось создать в столь древнее время? На самом деле Старо из будущего, хоть он и не имеет привязки к времени, выдал себе из прошлого этот эликсир, чтобы самому оставаться живым. Парадокс со временем? Yep. И последний факт этого уровня. Чем больше жадность будет испытывать человек в мире Трона, тем больше ему достанется нож и после выгорания, в так называемом рабстве СВ. Уровень Врата Ада Под действием алкоголя человек намного больше подвержен влиянию Старо и получает куда больше страданий в СВ. Алкоголь изменяет работу мозга в сторону Лорда. Если человек оказывается близко к разгадке вселенной и Старо сразу приходит, чтобы предложить подписать контракт о вступлении в СВ. Если жертва не соглашается, их жизнь будет уничтожена. Карьера, настроение, отношения. Все. Все, попавшие в рабство СВ после выгорания, работают на благо Старо. Чтобы тем, кто не достиг выгорания, стало еще лучше. Выполнять работу нужно качественно, иначе... Лорд Старо никогда не посещал загробный мир. Вероятно, там спрятано что-то очень опасное для него. Если его там нет, то... Вероятно, попавшие туда смогут обговорить план против Старо прямо там. Почему прошлый пункт назывался так? Время поверить историю, произошедшую 2000 с лишним лет назад. Старо уже тогда был злодеем. И хотел создать нечто такое, чему все люди будут поклоняться. Он уже тогда понял, что лживая счастье способна подчинить любого человека. В это время люди были суеверными, поэтому... Он и был Иисусом. Религия – это его идея по подчинению людей. Но она провалилась. А память об этом проекте шла с тех пор до наших времен. Что ж, что это было? Голова раскалывается. На всякий случай, напомню про дисклеймер, что это все немного больные фантазии автора. Ролик не хочет никого обидеть. А также, что вероятно, я не создатель Старворлд, а лишь его подчиненный. Если вам понравился сюжет, вы даже можете сами сделать свои теории и разборы. Всем удачи! И всем пока!